Все случилось глубокой ночью. Семья проснулась от внезапного шума, но было уже поздно. Затопило. Оставалось одно – забирать документы и уезжать. До самого утра пришлось сидеть на сопке в грузовике. В шифонере вода стоит, везде вода стоит. Детские вещи. Сегодня встала, пришла домой, смотрю, с этого комода у меня выплыли тапочки детские, вот там у меня лежат. Вот она вода, Лера, смотри, вот она, везде вода, везде. Вон новая мебель вся, вон, все в воде, Лера. Ремонт сделали совсем недавно. Кухонному гарнитуру нет и месяца. Двери вздулись, пол от воды тоже пришел в негодность. Из электрических приборов теперь работают только чайник и микроволновая печь. Тренажер, печку, холодильник, телевизор, проигрыватель уже не вернуть. Все от банки, тушенка у меня все валяется на полу. Все вышло оттуда, со столов. Вон оно, видишь, что? Все со столов. Он еще стоит там. Тушенка, шпроты, все валяется. Все на полу выплыло, короче. Ой, не знаю, Лера, не знаю я. Нам бы обещали деньги, а я не знаю, сколько нам дадут. Ансипины вернулись домой спустя два дня после потопа. Кур не досчитались, корову искали по всей округе. Свинья едва не захлебнулась. Такие беды вода принесла не только в эту семью. Еще как минимум восемь дворов оказались жертвами стихии. Деревня теперь поделена на две части. Ее разбила река. Рабочие пытаются восстановить электроснабжение и не спят уже третий сутки. О дороге пока говорить еще слишком рано. Село Филипповка находится в 125 километрах от Владивостока в Хасанском районе. Население не больше 400 человек. Около 30 семей пострадали. Река разлилась и поднялась на несколько метров. Мост рухнул, улицы разведены. Попасть на одну из сторон можно только с помощью спасателей. Вначале мы добирались через силевой поток, который был за раздольным. Его локализовали, убрали и проехали дальше. Попали мы всего в Барабаш. Здесь дома все были. Множество домов было по крышу в воде. Мы с помощью лодки и техники нашей доставали людей. В Филипповке переправа открыта с 7 утра и до темноты. Каждый день перевозят не меньше 30 человек. По словам специалистов, интенсивность потока должна сойти на нет уже в ближайшие дни. Было у нас такое наводнение, сейчас скажу, когда лет, наверное, 7 назад, 8. У нас также в Завандуровке, тоже здесь, здесь в Филипповке потопило. Пасюду лета нету. Страшно? Да, очень. Мне было еще страстно, когда мы только в магазин сюда пыли. Мне было так страстно, я испугалась. Вот так вот было три дня назад. Все залило, вода шла через двор, залило прихожую, залило веранду, смыло все, все цветы. В дом к Филатовым вода не попала, но вот урожая в этом году уже не собрать. Картошка и огурцы в прямом смысле уплыли по течению. Одну сторону сетки положила, а все вот это, вот шло этот поток через вот эту сетку. Вот, короче, все, тут целый метр. Тут нечего, тут ни картошки, тут ничего. Тут все вместе с землей, вместе со всем, все смыло. Все потери обещают компенсировать. Деньги пойдут из резервного фонда администрации края. О суммах пока неизвестно, но есть опыт прошлого года. Пострадавшим от тайфона Лайнрок называли такие цифры. 10 тысяч рублей за потерю урожая, 25 тысяч, чтобы устранить повреждения жилого дома или квартиры, 50 или 100 тысяч рублей за полную или частичную утрату имущества. Оценивать ущерб от наводнения после этого циклона специалисты Приморской администрации не спешат, ждут, когда сойдет вода. Однако дорожное сообщение с Хасанским районом уже восстановлено, движение открыто. С подтопленцами лично пообщался губернатор. Филипповку, правда, проехал мимо, прямиком в Барабаш. Было МЧС, сказали за два часа, если буду плакать, за два часа, короче, сказали, нас увезут наверх в школу, в Барабаш. У меня муж первой группы инвалидов, он не ходячий, он лежачий. Никто не пришел. Вот ее муж, вот, и этот сват, на руках это вытащили, на коляске, там все это вот. Мы там людей ночевали, понимаете, тоже вся хата заплытая, все это вот. По данным МЧС, на 9 августа вода ушла из шести населенных пунктов Приморья. Подтопленными остаются 28. Движение затруднено на 27 участках дорог. Это Хасанский район, Усурийский городской округ, Михайловский, Надеждинский и Октябрьские районы. Валерия Белоуст, Станислав Лазебный, Новости на 8.